Сегодня католицкий свет означает Рожство Христово. Во всех костелах в области прошли урочистые набоженствы. Разом с сотнями верников на службе в римско-католицком приходе Рожство Просвятой Девы Марии в Гомеле побывала Ганна Корольчук. К католицкому Рожству Христову попередничал четырехтый дневый пост, который называется Адвент. Он лечится с часом покаяния и подрыхтовки до одного из головных христианских святов. По традиции Адвент заканчивается с изъявлением на небе первой зорки, якая обвестила всему свету обнароджение Божьего Сына. С этого момента и начинается святкование Рожства. В этот день служатся три особливые литургии – ночью, на досвятку и днем. Таким чином святое отзначается Тройче, что символизует Рожство Христов у лоне Бога Альца, у лоне Бога Мати и у души кожного христианина. По часу рожистого набоженства все верники спевают хоралы у гонор святого дня. Бог никогда не выходит в наше житство гвалтом. Он запрашивает, он кричит, он деликатно промоляет до нас. И жадает всем, чтобы мы этот голос Божьей любови почули в своем сердце. Чтобы мы почули то, что несет с собой Божье народжение – это с упокой в сердце. С упокой с самим собой, с упокой с нашими близкими. Так само смогли поглядеть иначе на тех людей, которые, может, имеют другие думки, меркования, может, имеют другие позорки на речи, свет новокольный. Чтобы мы приняли их так само такими, какими не есть. По традиции приходжане принесли у костел лампады, чтобы у их доме появился чудовный вифлеемский огонь. А кроме того, многие верники пришли на службу с ружами, які потом поставили перед алтаром. Кожная кветка символизует выродванное адаборту дитя, за життю якого человек молился 9 месяцев. На этом святкование Рожства Христова не заканчивается. Оно продолжится на протягу наступных восьми дзен – с 25-го Снежня до 1-го Студзеня. Кожный день калядные октавы связаны с имем певного святого, покутника и с яким-нибудь евангельским сюжетом. Рожство Сына Божьего мае бесконцую силу духовного одновления. Як факт религийной традиции, оно доказывает любовь Бога до усіх его створеньев, особливо человека. У гэтый день принято даровать один одному усе кривды, а так само збираться на святкование усей сямьей. Мы были ночью, сейчас ещё утром пошли. Сейчас с утра вся молодёжь, дети, внуки, все собираемся, большую семью. У нас семья большая. И будем праздновать, будем отмечать. И вы каждый год приходите на ночную? Да, да. Для вас это важный праздник? Очень важный. Семейный? Очень важный, да. Семейный. Полностью семейный. Этот светлый праздник приносит нам радость. Мы надеемся, что мы дойдём до життя вечного с ним. И всегда будем благодарны ему за то, что он явился к нам на свет. И что я очень, допустим, даже выразить того не могу. И, наверное, нельзя даже выразить того, что он сделает на земле для всех людей.